здарова народ сегодня я бы хотел с вами поделиться о полезных вещах от компании the убилд о том арсенале который у меня есть и для чего я его использую и как раз это тот случай когда настройки у вас только две руки и помощников у вас нет и давайте я начну вот с этих вот козел мой рассказ это то убил джоб сайт си 700 это такие вот металлические козлы которые выдерживают нагрузку до 500 килограмм для чего они мне нужны но для меня это в первую очередь надежная какая-то пора на что можно что-то поставить в принципе это универсальная вещь что здесь есть они в принципе сами раскладные их легко сложить вот вот так вот вот в таком виде они складываются давайте об этом чуть попозже принципе они могут работать как обычные козлы здесь есть несколько упоров к примеру если вам нужно сюда что-то опереть допустим какое-то бревно положить или балку отпилить к примеру приезжали уперлись отпилили либо сюда можно поставить какой-то листовой материал очень удобно для распиловки дров здесь есть сверху упор вот такой вот точно также поставили к примеру вот так вот руками зафиксировали распилили тот отрезок который вам нужен либо если вы видите дрова просто попилили на кругляк или самое интересное давайте я вам продемонстрирую как они раскладываются вот так они выглядят в сложном состоянии здесь в принципе все просто здесь есть пара фиксаторов вот здесь вы на них нажимаете у вас выдвигается одна ножка также нажимаете есть выдвигается вторая ножка вот видите 2 я даже еще не распаковывал они в принципе можно сказать новые почти вот так раскладываем и казалось бы на этом можно остановиться но они регулируются по высоте здесь есть несколько насечек откидываем вот этот фиксатор и здесь вот есть размеры они скорее всего в дюймах потому что то убил компания американская точно так же с другой стороны и далее что мы делаем мы ставим вместе параллельно фиксируем а вот сюда какой-нибудь брусок здесь кстати есть размеры под но они ничего вы и но в принципе это обычный как американцы говорят фабай фор тубай фор и здесь вот упор специальный чтобы зафиксировать можно было доску либо брус и вот в принципе доска 50 на 100 здесь хорошо фиксируется берем еще одну такую же доску и у нас получается вот такой вот ну практически готовый верстак ну надо лишь только сверху чем-нибудь накрыть но случай с палетки вот такой можно было даже и не вставлять сюда доски вот буквально одна минута и мы имеем практически идеальную рабочую поверхность для каких-то наших нужд что-то распилить что-то сделать что-то закрутить что-то зафиксировать у нас получился готовый верстак наверное одно из самых моих полезных приобретений которые было когда я только начинал стройку это вот такой вот монтажный пояс с вот такими вот разгрузочными ремнями на плечи пояс фиксируется на липучки и здесь вот на такой вот мощный карабин в принципе я думаю им даже можно цепляться куда-нибудь за привязь на страховку если вдруг вы полезете куда-то на высоту на этот пояс продаются специальные вот такие вот подсумки различные это два самых удобных подсумка который в принципе я покупал который использовал правда есть еще вот такой вот у меня третий небольшой но это подсумок больше наверное для каких-то таких внутренних монтажных работ допустим по электрике сюда можно положить пассатижи какие-нибудь бокорезы еще какой-то обжимной инструмент вот в эти три кармашка можно вставить допустим по отвертке и вот сюда можно повесить еще какой-нибудь такой инструмент вот этот подсумок я в основном используют для крепежа суда кладу вот у меня тут даже кровельные саморезы остались после монтажа забора можно сюда допустим каких-нибудь гвоздей насыпать а сюда еще что-нибудь помельче а сюда вот можно какой-нибудь инструмент положить в данном случае у меня здесь вот клёпочник лежит ну и третий подсумок один из самых полезных и самых удобных для меня это кабура для шуруповерта дрели или каком-то вот в данном случае у меня такой гайковерт вставляется вот сюда держится здесь достаточно прочно у него здесь есть вот такой вот карабинчик который можно настроить под размер и надежно зафиксировать шуруповерт здесь в кубуре к примеру если вы полезете куда-нибудь на крышу делать монтаж металлочерепицы или еще что-то типа того я например ее использовал при монтаже стропильной системы когда собирал стропила очень удобно то есть кладешь сюда шуруповерт сюда вот можно повесить молоток кровельный там столярный еще что-нибудь насыпать гвозди и спокойно лезть на крышу заниматься монтажом к этому ко всему есть еще дополнительно у меня три вот таких вот три сумки для крепежа допустим нужно побольше собой крепежа взять их можно зафиксировать вот так вот на пояс либо здесь вот есть дополнительные крепежи которые вы можете использовать вот такие вот примеру можно вот сюда его зацепить к примеру висите вы где-то на крыше закончились у вас ну к примеру там большие саморезы или маленькие вы взяли отсюда достали переложили сюда либо взяли отсюда достали ваш шуруповерт и продолжаете монтаж эти сумки есть трех размеров можно просто в них что-то какой-то крепеж хранить можно какие-то детали хранить вот такие вот маленькие сумочки здесь такая вот нейлоновая сеточка чтобы было видно к примеру если вы вдруг забудете что вы туда положили как я уже сказал товарами фирмы то убил я пользуюсь уже практически семь лет и так как мне эта фирма очень нравится в продукции я даже себе в машину купил хозяйственную сумку ну типа как набор автомобилистов вот такая вот хозяйственная сумка внутри у меня сложные различные принадлежности для автомобиля у нее есть огромное количество карманов вот таких вот куда вы можете складывать инструмент еще что-то какие-то ваши строительные расходные материалы сумка вмещает огромное количество различных принадлежностей для автомобиля я же говорю я не использую как сумку для автомобиля тут у меня набор инструментов различная химия для машины какие-то вот здесь вот добавки лежат для прикуривания автомобиля когда я сесел аккумулятор крокодилы очиститель для рук смазка компонентная буксировочный трос обязательно огнетушитель в общем здесь есть даже переставляющаяся перегородка храню не авто принадлежности это самая большая сумка 26 дюймовая есть поменьше то есть она вот по по моему по 2 дюйма 26 по он 2420 и самая маленькая вот такая вот 16 дюймовая в общем кому интересно можете зайти на их сайт посмотреть и где-нибудь на яндекс маркете можете посмотреть на них цены и я на всякий случай оставлю ссылочку в описании если обзор был полезен вы знаете что нужно сделать а с вами увидимся в продолжении строки ну либо в следующем обзоре каких-нибудь строительных ништяков всем удачи всем строительных успехов желаю вам чтобы ваши инструменты всегда были сложены в порядке всем удачи всем пока